связанные с наркотиками и как мы выглядим на фоне СФО и страны в целом. Уважаемые журналисты, немногочисленные. Нас смотрят многие по интернету. По интернету. Поэтому многочисленные. И многочисленные зрители интернета. Если говорить о статистике, то надо отметить, что Красноярский край является регионом, который испытывает на себе повышенное внимание со стороны криминалитета, связанного с оборотом наркотических средств. Связано это прежде всего с тем, что доходы населения здесь достаточно большие и достаточно стабильные, которые позволяют планировать продвижение, скажем так, и через интернет, сбыта наркотических средств здесь и напрямую. Достаточно высокая платежеспособность у населения. В особенности это касается наших северных территорий. И если говорить в целом о том, как мы выглядим на фоне Российской Федерации и в среднем по СФО, могу вам привести такие цифры, за три месяца текущего года в целом по округу выявлено немногим более 10 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Всеми правоохранительными структурами, это ФСКН, МВД, ФСБ. Из них 1800 приходится на Красноярский край, то есть практически пятая часть. Несмотря на то, что у нас в регионе есть, в нашем округе есть такие серьезные регионы, как Кемеровская область, Новосибирская, входит Сибирский федеральный округ, однако же там уровень выявляемости этих преступлений ниже, чем у нас. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки у нас этому вопросу уделяется достаточно большое внимание правоохранительных органах. Этот вопрос, он не остается без внимания, поверьте мне, при рассмотрении всех итоговых совещаний, при постановке задач на предшествующие периоды, при планировании работы органами внутренних дел. Ну и, наверное, говорит о том, что все-таки уровень наркотизации он, хотя и претерпевает какие-то изменения, но не теми темпами, которые бы нам хотелось, да, и которые были бы приемлемы, да, нормальное функционирование общества вообще. Если мы с вами будем говорить о подростковой какой-то или молодежном вкладе, так скажем, в наркопреступность, то здесь могу сказать, что вообще общее количество наркозависимых лиц, оно на протяжении порядка 5-6 лет, оно снижается. Сейчас чуть более 8 тысяч человек стоит на учете в наркодиспансерах. Допустим, на 2010 год таких было 12 тысяч, то есть существенное сокращение. Но опять-таки мы с вами понимать должны, что в целом это не отражает объективной картины, которая существует в регионе, поскольку есть специфика постановки на учет, снятия с учета, есть латентность, которая с приходом синтетики увеличилась, поскольку иногда мы имеем возможность наблюдать, даже в интернете где-то иногда выкладывают ролики о том, что человек в неадекватном состоянии, его доставляют, а определить, что у него за состояние медики не могут. Понятно, что он что-то употребил. Нам, как специалистам в этой области, это абсолютно ясно. Однако же документально установить, какой вид характера вещества он употребил, в каком объеме, медики не могут. Соответственно, мы его не можем поставить на учет как наркозависимое лицо. Ну и справедливости ради надо отметить, что у нас в регионе, ну, мы не гонимся за какой-то, наш регион не гонится за какой-то благозвучной статистикой. Это нам. Видимо, нам. Да, здравствуйте. Вы попали на прямую линию. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Меня Алина. Мне бы хотела задать следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что нужно предпринять, если я предполагаю, что, допустим, мои соседи занимаются сбытом наркотических средств. Куда я могу обратиться? Вы ожидаете ответа? Да. Ожидаете, да? Ну, во-первых, вы можете обратиться в органы внутренних дел. Вы на территории города живете или за городом где-то? В городе. Вам необходимо обратиться по этому вопросу на телефон доверия Главного управления МВЗ России по Красноярскому краю, либо телефон 02 дежурной части, где вы сможете оставить эту информацию. На телефон доверия? То есть на эти номера я могу обратиться и высказать свои предположения? Да, высказать свои предположения. Ну, нужно понимать, что вы, как человек, можете эти предположения высказать, однако оценку этим предположениям будут давать уже и процессуальную, и с точки зрения правильности ваших предположений будут давать специалисты, которые в этом вопросе разбираются. Ясно, спасибо большое. Вам телефончик горячей линии продиктовать? Ну, телефончик горячей линии вообще находится в интернете, это... То есть для вас не проблема? Не проблема. Ну и проще, наверное, позвонить быть на 02. Конечно, да. Спасибо вам за звонок. До свидания. На чём мы остановились? Мы остановились... На молодёжи, да? Что на молодёжи это точно, а вот на какой части... Да, на какой части молодёжи. Ну, давайте остановимся не на самой лучшей части молодёжи, а та, которая вовлечена в незаконный оборот. Очень часто мы имеем возможность, получая всевозможные сообщения, в том числе и на телефоны, и через интернет сейчас эти возможности имеются, оставить какую-то информацию в логанах внутренних дел, очень часто мы получаем сообщения о том, что люди, да, действительно предполагают, что какие-то вещи происходят, да. Это и касается и средних учебных заведений, там, и высших учебных заведений, там, и просто каких-то общедоступных территорий, да, мест, где молодёжь и люди другого возраста имеют возможность пребывать. Но зачастую выводы не всегда верны, потому что определить, я ещё раз говорю, является ли это событие там, можно ли его отнести к тому, что мы рассматриваем, незаконный оборот наркотических средств или употребления, да, могут только специалисты. Часто у нас спрашивают, что предпринять, да, ну, нужно информировать вовремя и нужно понимать, что немедленно, вот, мы же в правовом государстве живём, необходима определённая процедура, да, для сбора доказательств, для получения, там, судебных решений. То есть и немедленно пресечь какую-то преступную деятельность, ну, и зачастую не представляется возможным. Ну, вот, особенно люди старшего поколения, они вот требуют сразу, немедленно, вот у нас есть там какой-то, вот он освободился вчера, вот вы его завтра должны уже немедленно обратно отправить. Как бы, есть права у людей, да, которые мы обязаны соблюдать, в том числе и преступников. Здравствуйте. Вы попали на прямую линию. Представьтесь и задавайте свой вопрос, пожалуйста. Иванова Елена Петровна. Я хотела бы спросить, чем могут граждане помочь полиции в борьбе с наркоманией? Ну, граждане могут помочь, прежде всего, своим неравнодушием тем, что они, опять-таки, выявляя вот такие факты, которые им становятся известны, они информируют органы внутренних дел об этом. Ну, и второе – это активное участие в тех мероприятиях, которые проводятся сотрудниками органов внутренних дел и других правоохранительных органов в настоящий момент. Ну, что я имею в виду? Когда кого-то приглашают в качестве понятого, поприсутствовать, мне кажется, адекватный гражданин должен, несмотря на то, что все мы люди заняты, у нас мало времени, да, должен всё-таки какую-то часть своего времени выделить на то, чтобы поучаствовать в тех мероприятиях, которые проводятся. Если нам всем не безразлично, то, чтобы этого зла становилось меньше, значит, надо какое-то участие в этом принимать. Спасибо. 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 Ну, мы этот вопрос, первый вопрос, они самые приятные молодёжи обсудили. А вот каков процент преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общей массе подростковых преступлений вы можете дать, или у вас... Не более, не более, там, 2-3 процентов. Не очень много. Не много. Не более 2-3 процентов. Алло, здравствуйте. Вы попали на прямую линию, задавайте свой вопрос. Хотел бы обратиться с вопросом, с таким, в наше время появилось много видов синтетических наркотиков. Как это отражается на работе, и насколько стало труднее выявлять подобные там виды преступлений? Спасибо за вопрос. Ну, о своих трудностях мы обычно не рассказываем. Гражданам это наши внутренние проблемы. По мере того, как наркорынок изменяется, естественно, меняются виды наркотиков, которые на нём присутствуют. Меняются и методы, и способы сбыта, меняются и методы, и способы документирования. Сейчас достаточно эффективно мы используем возможности, которые нам представляет интернет-пространство, для того, чтобы выявлять таких лиц, документировать их, привлекать к уголовной ответственности. Спасибо за вопрос. Алло. Алло. Алло, спасибо вам за вопрос. Спасибо. До свидания. Вот мне бы хотелось задать вопрос о ваших последних задержаниях. Ну, видимо, мы оставим его на концовку, раз звонки пошли, мы, видимо, всё-таки попытаемся. Попытаемся на них. Я не уверена, что будут у нас большие паузы. Если вам нечего рассказать, тогда можно задать вопрос сейчас. Давайте. Но я бы хотела другой вопрос уже перейти. Как вовремя понять, что ребёнка втягивают в какие-то преступные сети? Потому что от разных родителей много общаешься, и разное волнение есть, то глазки показались там какими-то излишне красными, то ли за компьютером пересидел, то ли с друзьями где-то пообщался. То какие-то секреты у него. А какие секреты могут быть? Могут быть и любовно-дружеские, а могут быть и… Я, конечно, не имею психопедагогического образования, но на основании того, что мы знаем об этой проблеме и с точки зрения преломления на конкретную личность, подростка, могу сказать, что если с этой точки зрения рассматривать, это, на мой взгляд, самое главное – это уметь видеть своего ребёнка, понимать его и представлять, какими интересами, какими жизненными ценностями он в настоящее время руководствует. Нужно понимать, какими… Если он сидит в интернете, ну, одно дело, когда ребёнок увлекается какими-то игрушками, да, другое дело, когда он посещает какие-то непонятные сайты с непонятными названиями, при заходе родителей в это помещение он начинает эти сайты закрывать по каким-то причинам. Если он по необъяснимым причинам начинает где-то пропадать, у него резко меняется настроение, он становится или очень возбуждённым, или угнетённым каким-то, то, конечно, это повод задуматься, во-первых, что он посещает, какие места, во-вторых, где он бывает. Мне кажется, тут надо поселить просто родительский контроль за временем, со свободным временем ребёнка. Алло, здравствуйте. Вы попали на прямую линию. Очень приятно. Вопрос задать можно? Представьтесь сначала. Меня Дёмин Николай зовут. Николай. Задавайте свой вопрос. Как специалист, который сталкивается с наркоманами, скажем так, вот насколько эффективно их лечение, есть вообще возможность, скажем так, больше не потреблять наркотики, это вот как по практике? Ну, вы знаете, существует... Опять же, я не нарколог, но как специалист в области незаконного оборота наркотических средств могу вам сказать, что проще не допустить вовлечения человека в потребление наркотиков, чем потом его пытаться от этой болезни вылечить. А это болезнь. Наркозависимость – это болезнь. Есть опыт проведения лечения медикаментозного, есть опыт проведения так называемых 12 шагов без медицинского, есть всевозможные реабилитационные центры, связанные с углублённым погружением в разные религиозные пульты и так далее. Но всё зависит от желания человека, во-первых, от желания его окружающих, его поместить в ту среду, где он был лишён возможности употреблять наркотиков. Ну и разные периоды абсолютной ремиссии. То есть бывает, случается такое, что люди вообще отказываются от потребления наркотических средств. Но бывают и случаи, когда на следующий день после выхода из реабилитационного центра человек снова возвращается на эту дорожку. То есть тут всё очень индивидуально и каких-то общих рецептов дать, наверное, сложно. Тут должны работать специалисты-наркологи. Ясно, спасибо. Вам спасибо. Я вот в продолжение. Может быть, Вы можете сказать о рецидивах, то есть человека Вы, допустим, взяли, его осудили, и потом он Вам всё равно снова попадается. Вот такие случаи, насколько часто? То есть можно из практики проследить, что люди всё равно возвращаются к одним и тем же преступлениям, к одному и тому же образу жизни? Или всё-таки большая масса уходит из этого бизнеса? Нет, мы с Вами должны... Во-первых, давайте разделим этот вопрос на две части. Есть потребители наркотиков, есть наркозбудщики, да? Успеем. Алло, здравствуйте. Минуточку. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. Меня зовут Татьяна Ивановна. Я хотела вот задать такой вопрос. Здесь у меня уже студенты, и порой бывает, что задерживаются у людей частенько до глубокой ночи. Иногда на вечеринки ходят, посещают. А я как мама переживаю, не употребляют ли они там ничего нехорошего, наркотики. Да, и можно как-то определить, например, на утро, что накануне молодые люди употребляли наркотики. Или есть какие-то особенности в поведении, чтобы распознать. Спасибо за вопрос. Ну, конечно, особенности присутствуют. Если Ваш ребёнок пришёл и спит три дня подряд, находится в таком состоянии, да, то, наверное, повод задуматься, что он потреблял, да? Ну, это общеповеденческие какие-то его восприятия этого ребёнка, или подростка, или молодого человека. То есть, если он, опять-таки, резкая смена настроения, если у него какой-то перевозбуждённый какой-то вид, если ему надо куда-то бежать. Видите, разные виды наркотиков вызывают разное психосоматическое состояние. Одни угнетают, допустим, человек замыкается, садится в уголок, ему страшно там становиться. Другие, наоборот, приводят к тому, что человеку надо вот что-то делать, срочно идти куда-то, бежать там, свернуть горы, что называется, да? Поэтому, ну, если есть отклонение в поведении Вашего близкого родственника в ту или иную сторону, то это повод задуматься. Ну, естественно, надо посмотреть зрачки, суженные, расширенные и так далее. А какие они должны быть? Ну, опять-таки, при употреблении разных видов наркотиков, вообще у нормального человека, не употребляющего ни наркотики, ни какие-то специальные лекарственные препараты, они находятся в нормальном состоянии, реагируют на свет. Если Вы посмотрите в зрачок, то он расширяется, в темноте он сужается. Если он не реагирует или как-то реагирует недолжным образом, да, то это уже повод задуматься о том, что человек находится в каком-то состоянии. А речь как-то меняется у них, нет? Ну, речь меняется по-разному. Опять-таки, на каждый организм наркотик оказывает абсолютно разное воздействие. У кого-то речь умудряется, у кого-то она, наоборот, замедляется. Ну, я ещё раз говорю, Вы своего ребёнка, если знаете, то Вы сразу же почувствуете и увидите, что он в чём-то изменился. Вот любое изменение уже это повод задуматься о том, где он действительно бывает и что они там делают. А если вот есть какие-то опасения, ну, допустим, да, вот что делать, куда бежать, с чего начинать вообще? Ну, начинать нужно, наверное, с разговора прежде всего. С пониманием того, что Вы видите. Ну, естественно, это должно быть всё достаточно корректно сделано, не в грубой форме и не высказывать сразу некие подозрения, да, а как-то корректненько постараться распознать то место, где он бывает, навести справки о тех друзьях, с которыми он время проводит. Потом необходимо, если уж совсем у Вас подозрения Ваши начнут, скажем так, оправдываться, да, есть, можно приобрести тест, тесты разовые, да. А где их приобретают? Ну, в аптечной сети их можно приобрести. Правда, они определяют не все виды наркотиков, тут уже есть как бы… А где их приобрести можно? В аптечной сети можно приобрести и провести тест. Можно это сделать под каким-то предлогом, я не знаю, сдачи каких-то анализов, там, можно ещё как-то, но это уже всё в индивидуальном порядке. Таким вот образом. Ну и, конечно… Ну, ладно, хорошо, спасибо. Потому что всё-таки визит к наркологу – это достаточно такое травмирующее событие такое. Что для Вас, что для ребёнка, поэтому надо к этому как-то… Если уж есть такие подозрения, то они должны быть обоснованы. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Вам спасибо. Ребёнок же будет говорить, что это не так до последнего, пока, как он называется, факты не будут установлены. Неважно, он будет оскорблён. Неважно, есть или нет, он будет оскорблён. Конечно, недоверием, каким-то подозрением. Он сам честно верит, что ничего такого он не делал. Ну, подумаешь. Да, подумаешь один раз в неделю, да? В день, в час. Мы с Вами остановились на том, что… на рецидивности. Не успели её обсудить до конца. Да, вот на рецидивности мы с Вами остановились. Ну, давайте разделим на две части, как я уже говорил. Это наркопотребители и наркоизбытчики. Не успели. Не успели. Здравствуйте. Вопрос задать. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алёна Витальевна. Так, Алёна Витальевна, задавайте вопрос. Город Красноярск. Скажите, пожалуйста, вот дети подрастают, и прям не знаешь, чего бояться, чего опасаться. А какая-то статистика у Вас есть, где чаще вовлекают детей в употребление наркотиков? То есть это где-то либо в школе, либо во дворе, либо в клубах каких-то, на дискотеках, либо в интернете. Ну, сейчас всего же боишься. Спасибо за вопрос. Ну, не надо всего бояться. Надо понимать, что Ваш ребёнок, он любознателен, ему очень мало лет, и он стремится познать этот мир. Так вот, самое главное, чтобы он познавал его в тех плоскостях, которые не выходили бы за рамки закон. Если он посещает какие-то места, не обязательно, будь это ночной клуб или будь это какой-то двор, не обязательно, что там его вовлекут к употреблению наркотиков. Естественно, что называется, эффект толпы, он здесь больше воздействует на молодые умы, чем наши с Вами увещевания. Но если мы с Вами будем разговаривать с ребёнком и объяснять ему, почему это неправильно, почему нельзя употреблять наркотики, что это приведёт к тому, что многие дороги в жизни и профессиональные, и личного плана для него просто закроются, я думаю, это будет лучшим объяснением. Привести Вам какую-то статистику, что больше вовлечено на улице Маркса или на улице Ленина, наверное, сложно будет. Я думаю, её никто не приведёт. Но могу Вам сказать, что если раньше, допустим, в начале 2000-х годов мы с Вами говорили, что мы констатировали как специалисты, что есть какие-то районы неблагополучные, есть относительно благополучные, то сейчас всё достаточно тяжело оценивать, поскольку сама наркопреступность ушла в интернет, и вовлечённость в интернете, ну это, наверное, основная проблема сейчас. Понимаете? А вот скажите, пожалуйста, что если Вы… Есть у Вас какая-то служба, которая, допустим, в интернете искала бы вот этих вот, ну тех, кто сбывает наркотики? Есть такая служба, конечно. Ну то есть каким-то образом Вы это пытаетесь контролировать, да? То есть я, конечно, понимаю, что совсем контролировать не получается, но… Ну, контролем это назвать сложно, мы вообще выявляем лиц, которые вовлечены в незаконный оборот наркотиков через интернет или другим способом, и привлекаем их в уголовную ответственность. Таким образом. Ну, я уже не знаю, я вот просто думала, может с детьми поговорить, что вот сейчас вот на этой, на общей, так сказать, волне терроризма, что всё, что предлагают чужие люди, там попробовать, там, в рот, да, взять или как бы это… может быть просто запугать, что это яд, оправа, что-нибудь таким уже образом. Уж просто не знаю как. Не, ну, понимаете, здесь, скажем так, откровенно какой-то такой ложной информацией, мне кажется, руководствоваться не стоит и эту информацию преподносить детям, потому что они же будут всегда иметь альтернативную точку зрения в том же интернете, от сверстников, ещё от кого-то, понимаете, поэтому если вы уж так уж совсем уж их запугаете, да, и они скажут, ну, наверное, всё-таки родители не совсем осведомлены и будут считать себя более осведомлёнными в этом вопросе, то, наверное, это положительную роль не сыграет, мне кажется. Достаточно проверенной надо информация, ну, сейчас в том же интернете выложено достаточное количество всевозможных роликов о тех состояниях, в которых люди пребывают, в состоянии наркоопьянения, да, что они себя представляют, о тех последствиях физиологических, которые с ними случаются, о тех, ну, вот если раньше дезаморфин, то это трофические язвы на теле. Да я думаю, демонстрация таких вещей для ребёнка, подготовленного, да, там, достаточно взрослого, там, лет, там, 14-15, она будет наиболее убедительной и правдоподобной, чем рассказы о том, что это яд. Ну, то есть, ненавязчиво, так деликатно что-то посмотреть, что впечатлило. Понятно, спасибо. Спасибо за вопрос, до свидания. Мы успели только разделить наркопотребителей и распространить. Я уже боюсь отвечать на этот вопрос, сейчас только начну отвечать, сразу кто-то ползанет. Да, вот если говорить о наркопотребителях, то век наркопотребителя, он не долг, перекладывая слова поэта, да, поскольку потребление наркотиков связано с поражением и центральной нервной системы, и других жизненно важных органах, и печени, прежде всего, почек, значит, и могу вам сказать, что, ну, долгожителей среди этой категории граждан нет, прямо так откровенно могу сказать, что, ну, нет долгожителей. Если касается сбытчиков, да, естественно, есть случаи, когда мы один раз привлекли человека к уголовной ответственности, через какое-то количество времени мы снова его встречаем на просторах нашего края, да, ну, бывает такое. Ну, если говорить о наркозбытчиках, то могу вам сказать, что, как правило, лица, которые вовлечены серьезно в наркооборот, они свой бизнес, для них это бизнес, криминальный, противозаконный, ну, бизнес. И поэтому они свой бизнес не бросают, возвращаются вновь и вновь и вновь к нему. Ну, вот могу вам пример привести такой. Один гражданин у нас уже порядка пяти раз привлекался к уголовной ответственности за то время, пока я работаю в органах внутренних дел. Вот он, ну, не оставляет это занятие упорно. При каждой следующей встрече, я ему объясняю, зачем ты этим занимаешься. Ну, он упорно стремится доказать, что в следующий раз он стал умнее и не попадет. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Меня зовут Елена, я хотела спросить о таких подозрениях, которые, наверное, касаются каждой мать, каждого неравнодушного жителя. А вот однажды видела, как молодой человек, ну, скажем так, школьник, что-то так настойчиво искал или копал как-то, вот, в саду. И так как мы сейчас все слышали о некоторых там вариантах, что передаются наркотики в виде там каких-то кладок, вот, если есть такое подозрение, что ребенок может что-то случайное найти или специально, что нам делать, куда позвонить или как развеять свои подозрения, самому проверить, потом пойти. Если ваш ребенок или какой-то близкий ваш ребенок что-то нашел. Не, ну, если это ребенок, который не 16-летний двухметровый подросток, да, с которого вы можете выстроить какой-то диалог, да, он какой-то знакомый, соседский и так далее, то есть ваш ребенок, то вы можете, конечно, с ним составить диалог. Если он что-то нашел, конечно, безусловно, надо обратиться в органы внутренних дел с этой находкой, поскольку я могу сказать, что некоторые вещества настолько активны, что могут повлечь наркоопьянение, какое-то состояние даже при их контакте с кожей рук, допустим, да, поэтому надо сразу в органы внутренних дел обратиться и там оформят соответствующую вашу находку соответствующим образом и я думаю, что они не должны так вот находиться, если кто-то ее нашел. Если вы сами нашли, тем более. Если вы получили информацию или вы там из окна видите, что кто-то где-то ходит там, чего-то там ищет, да, ну, опять-таки, сами сделать, конечно, на бытовом каком-то уровне вывод о том, что это действительно поиски какого-то, какой-то закладки с наркотиком, да, ну, вы можете, конечно, ну, окончательно принять решение по этому поводу, может только специалист, то есть сотрудник органов внутренних дел, да, конечно, да, безусловно, сообщить эту информацию, сотрудники полиции прибудут на место и там разберутся. То есть такой звонок примут, это не будет осознанено как? Да, да, нет, нет, абсолютно адекватно примут и отреагируют на него. Спасибо. Все-таки давайте мы расскажем о задержании. А вы на чем остановились? Мы остановились на том, что один из наших клиентов, в кавычках, пятый раз привлекается к уголовной ответственности, но упорно, но упорно пытается перехитрить людей, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью и пытается представить дело так, что он самый умный, самый выдумщик идеального преступления никогда в следующий раз не попадется. Ну, практика показывает, что идеальных преступлений нет. Идеальных преступников тоже. Здравствуйте. Хотела бы вопрос задать. Представьтесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Светлана, меня зовут. Я хотела бы, с каким вопросом обратиться. У нас есть дальний родственник, находящийся в таком городском возрасте. И его, насколько мы могли заметить, отвлекает деятельность, видимо, каких-то его знакомых, которые не работают официально, но постоянно имеют деньги, так как занимаются катажей доз. И чувствуется, что вот этот способ заобучить денег его очень привлекает. И кажется, что, кажется, вполне нормально, что не надо особо никак наторгаться, просто пять минут в день и деньги у тебя всегда есть. Вот какая ответственность? Я хочу просто с ним поговорить, чтобы он понимал, что это не просто так, и он очень себе хорошо испортит жизнь, если все-таки пойдет по этому же пути. Какая ответственность предусмотрена? Уголовная ответственность у нас предусмотрена за хранение наркотических средств и за их сбыт, за употребление наркотиков. У нас уголовной ответственности нет, только административной. Так вот, если говорить о уголовной ответственности, если мы с вами говорим о дозах, вы же такой вопрос задали, про дозы. Средняя доза наркотического средства, которая изымается в органы внутренних дел и другими правоохранительными органами, в настоящий момент составляет порядка 0,5 грамма. Если за хранение такого количества человек будет задержан, то ему грозит лишение свободы до трех лет лишения. По первой части статьи 228 Уголовного кодекса, если он будет задержан при попытке приготовления или покушения к сбыту такого же количества наркотиков, то ему грозит уголовная ответственность уже по четвертой части статьи 228 Прим. 1 Уголовного кодекса до 12 лет лишения свободы. Это разговор со своим родственником можете составить. Ну а вообще, если говорить о легкости денег, да, некоторое время назад, достаточно продолжительное, мы все пребывали в уверенности о том, что легкие деньги легко зарабатываются, да, но не задумываясь о том, какая ответственность потом наступает после того, как эти легкие деньги попадают к нам, да. Вообще, те люди, которые занимаются, организуют сбыт наркотических средств через интернет, если эту категорию преступлений рассматривать, они очень активно продвигают тезис о том, что это, если ты будешь вовлечен в этот оборот, если ты будешь в каком-то качестве выступать в этой организации, то, во-первых, у тебя будут легкие деньги в достаточно больших количествах, количество их будет все время расти, и, во-вторых, ты будешь недосягаемых для правоохранительных органов. Ну вот, хочу вам сказать, что мы имеем массу примеров, когда мы все-таки их находим, привлекаем к уголовной ответственности, они направляются... Ну, получается, что минимум это 3 года, максимум это 12 лет лишения свободы, да? Да, да, да. Понятно. И с какого возраста по этой статье наступает уголовная ответственность? У нас по уголовному кодексу общий возраст наступления уголовной ответственности 16 лет. 16 лет, да? Да. Хорошо, спасибо большое, до свидания. До свидания. Мы на хитром вашем, так и остановились на вашем хитром пациенте. Хитром пациенте. Да, хитрый пациент, ну что делать? Мы не доктора, но пациенты у нас тоже есть. Вот, а если... Алло, здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Роман, меня зовут. Подскажите, пожалуйста, вот не секрет, что сейчас в основном молодежь наркотиками увлекается. Что можно родителям сделать, посоветуйте? Ну, мне кажется, если человек подвержен каким-то увлечениям, родителям прежде всего нужно сформировать личность ребенка таким образом, чтобы он был подвержен увлечениям менее травмирующим его психику и физическое состояние, чем употребление наркотиков. Сориентировать его на спорт, на какие-то хорошие вещи и контролировать то время свободное, которое у него есть. Я ответил на Ваш вопрос? Да, спасибо. Вам спасибо за вопрос. Подождем. Или будем дальше отвечать про хитрого пациента? Ждать скучно, лучше отвечать. На самом деле я могу сказать, что, опять-таки, основываясь на своем опыте, и то время, которое я работаю на данной линии работы и вообще органов внутренних дел, могу вам сказать, что в некоторых случаях уже привлекаются к уголовной ответственности. Это, конечно, исключительно такие эксклюзивные случаи, но они есть в моей практике, в моем личном опыте, когда на сегодняшний день привлекается внук или внучка того лица, когда мы привлекали к уголовной ответственности. То есть уже одно поколение, второе поколение, уже третье поколение, и все выбирают вот эту вот скользкую дорожку наркозбыта. Особенности это касается, ну, таких этнических, такой национальной группы, как цедания, там это сильно распространено. Ну, встречаются и среди других этносов такие уничтожения. Алло, здравствуйте. Да, секундочку. Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, Марат меня зовут, смотрите. Вот школа есть на Красноярсковской, но и там вроде как по новостям, если судить, наших информагентств находили несколько раз закладки с этими всякими веществами. вот, а в такие школы, ну, вот, и я где-то читал, что еще есть у нас банды подростков, ну, что это сами школьники делают, в общем, они там закладывают, там это. Вот как-то страшновато в такую школу ребенка отдавать. Может, там есть какие-то способы обезопасить или проверить вот учебное заведение на предмет. Алло, слышал меня? На предмет чего проверить? Ну, на предмет, ну, занимаются ли там ввозди, вот, банды какие-то есть, говорят, как вообще школьников обезопасить от влияния от этих людей, которые распространяют? Прямо в школе находили, вот, прям в здании эти спайсы и все такое прочее. Ну, я могу сказать, что, опять-таки, если вы слушали наш эфир, то не слушали, да? Значит, если органы внутренних дел занимаются проблематикой выявления преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, коим относятся вот все вот эти всевозможные находки, да, естественно, работа проводится вне зависимости от той, от школьной этой территории или за пределами школьной территории. Так же, как и ребенок, который ходит, посещает школу, он может найти наркотик, не обязательно на территории школы, он может, собственно, в подъезде найти какое-нибудь вещество, да, и таким образом иметь возможность его употребить, да? Да, действительно, есть такие случаи, когда на пришкольных каких-то территориях, на воровых территориях школ обнаруживаются закладки наркотических, наркотическим средствам, но сотрудники органов внутренних дел при получении таких сообщений выезжают туда, их изымают и проводят соответствующую проверку, возбуждается уголовное дело и проводится работа по установлению тех лиц, которые этот наркотик там оставили. Естественно, что не имеют возможности органов внутренних дел ежедневно, ежечасно осуществлять проверку школьных дворов или школ, как вы там сказали. А правда есть такие банды этих подростков, которые занимаются распространением, занимаются или… Ну, вы понимаете, что такое банда подростков, мне сложно сказать, но есть, точно есть то, что есть, это преступные группы, может даже с признаками организованных групп, которые вовлекают в том числе несовершеннолетних в эту преступную деятельность. Да, такие случаи есть, но, как правило, за любым подростковым каким-то или тинейджерским каким-то движением стоят нормальные взрослые люди, которые преследуют свои конкретные цели. В данном случае цели извлечения максимальной прибыли с минимальными издержками. Рассказы о том, что всё это безопасно и очень круто, они являются хорошей почвой для того, чтобы несовершеннолетних в этот процесс вовлекать. А есть какой-то рейтинг, может, по школам, где больше, где меньше? Вот это разве это всё находили, там больше находок было? Нет? Мы такой статистики не ведём. Я, честно говоря, не вижу в ней смысла. Но могу вам сказать, что, опять-таки, возвращаясь к предыдущим ответам, к предыдущим звонившим, могу сказать вам, что если мы раньше говорили в начале 2000-х годов о том, что в плане распространённости наркотиков есть относительно благополучные районы, относительно там безопасные, то сейчас я вам такую статистику привести не могу. В одинаковой степени подвержены любые районы, города, населённые пункты, возможности встретить там наркозбытчика, возможности приобретения там наркотиков. опять-таки это связано с интернетом. Поэтому, ну, такую статистику привести вам не могу. Ладно, спасибо. Вам спасибо. Меня заинтересовал, знаете, в вашем ответе про то, что поколение, из поколения в поколение. Ну, понятно, что этнические группы, они, конечно, особенно вот цыгане, у них там особые отношения между людьми. У них это национальный вид спорта. Да. Но, получается, это действительно лёгкие деньги? Если люди вот так вот идут на это всё. Пять раз попадался вам опять, наверное, попадётся, если возраст не вышел. Ну, наверное, схватим опять. То есть это действительно такие лёгкие деньги? Или это как любая преступность? Да. Ну, как лёгкие деньги? Не знаю. Работа журналистом – это трудные деньги или лёгкие деньги? Развенчайте мифы о лёгких… Кто-то считает, что это лёгкие деньги. Развенчайте мифы о лёгких деньгах для наркоторговцев, особенно начинающих. Для начинающих. Ну, во-первых… Я, например, представляю, какие унижения они при этом первые. Не, ну, унижения-то они, наверное, не терпят таких уж прям совсем. Если говорить о той торговле, с которой мы сейчас в основном имеем дело, то это, как правило, дистанционно и удалённая торговля, общение через интернет с теми людьми, которые выполняют другие функции в этой преступной цепочке. Да. И тот человек, который вовлечён в этот оборот, да, то есть он где-то должен пойти в какое-то определённое место, в определённое время, забрать там какое-то количество наркотиков. то потом он по каким-то, значит, по указаниям, которые, инструкции, которые ему выдают, он должен, там, этот, допустим, там, больший вес разделить на более, раздробить на более мелкие веса, их там где-то разложить. То есть информацию об этих местах он должен дальше, значит, своему куратору направить, да. И так изо дня в день, это в ночное время, ну, естественно, что стараются располагать эти все вещи где-то на каких-то подворотнях, в не очень комфортных местах, то есть и днём, и ночью, то есть, ну, не знаю, насколько это легко всё. Мне кажется, не совсем легко, деньги не совсем лёгкие. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Меня зовут Елена Александровна. У меня проблема такая, я вот случайно увидела переписку сына в телефоне, и там есть такие слова, клад и шоколад. Кроме того, деньги появились у него, неизвестно откуда. Я вот опасаюсь, что он продаёт наркотики, и что делать в такой ситуации, даже не представляю. Как может обратиться куда-то? Я думаю, я думаю, что вам надо обратиться к нам, на Робеспьера-2, с этой проблемой. Управление уголовного розыска, отдел противодействия незаконному опору наркотиков. Там мы предметно уже поговорим по поводу того, какие возможны последствия всего этого дела. Ну, однозначно, если у вас такие слова присутствуют, как клад и шоколад. Шоколад – это сленговое название большой группы синтетических наркотиков, которые употребляются путём раскуривания их. Ну, клад – это сленговое название того места, где может быть сокрыто наркотическое средство в каком-то количестве. Опять-таки, наличие каких-то количеств денег, которые появились, и вы не можете сказать, достоверно установить, что вы ему издали, или он где-то заработал, то, естественно, это вопрос к тому, чтобы обратиться к нам. Ну, то есть необходимо с сыном прийти или как неостойно? Ну, я думаю, что с сыном приходить преждевременно. Лучше подойти к нам самостоятельно и переговорить по этому поводу. Ну, как заявление написать или что-то? Ну, заявление при необходимости вы сможете написать после устной беседы с нами. Понятно. Ну, вообще, это может быть, что действительно наркотиками торгуют. Вполне вероятно. И вот так вот по этим словам нельзя сказать этого? Нет, по этим словам можно сказать. Можно судить об этом. По крайней мере, достаточно весомое подозрение, что это действительно так. А что ему грозит за это? Ему грозит это потерей вашего доверия, во-первых. Во-вторых, потерей здоровья, поскольку все эти люди, они, как правило, сами рано или поздно становятся потребителями наркотиков. Ну, во-третьих, это либо уголовная, либо административная ответственность. Ну, это лишь вопрос времени. Ну, то есть, чем раньше... Да. Чем раньше эту проблему купировать, тем, я думаю, больше шансов вернуть его к нормальной, настоящей жизни. Ясно. Спасибо. Спасибо вам. Это что, придется закладывать собственного ребенка? Или здесь выбор, либо ты его привел, либо ты его потерял, да? Да. Либо вы его потеряете рано или поздно, либо вы как-то эту проблему постараетесь купить. К нам частенько обращаются обеспокоенные родители, у которых схожие проблемы. Значит, они понимают, что ребенок во что-то вовлечен нехорошее. Мы оцениваем те слова какие-то, какие-то их действия, которым оценку дать сами родители не могут, ну и даем какие-то советы. Ну и, естественно, тут основное, если подтвердится подозрение в том, что он вовлечен в потребление, либо в сбыт наркотиков, тут, естественно, основная роль – это избавить его от того общества, в котором, от той компании дурной. Потому что, как правило, это дурная компания. Это невозможно. У него просто тоже есть дальние родственники, которые подозревают, вот они нашли, сам он явно не употребляет, потому что, ну, видно, всегда адекватен. И он всегда на глазах, всегда адекватен. А вот нашли какие-то там пакетики, выбросили, сожгли, но вот… Я могу вам сказать, что, ну, допустим, в прошлом году мы задерживали группу из двух молодых людей чуть за 20. Чуть за 20, но и когда их задерживаешь, ну, честно говоря, немножко жаль, сильно жаль о том, что того, что они выбрали этот путь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Окей, а вот хотел задать вопрос. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте. Меня зовут. Как за последние годы изменилась наркопреступность, и какие новые наркотики появились в нашем крае? А вы с какой целью интересуетесь? Из любопытства. Из любопытства? Ну, что могу сказать по этому поводу? Наркопреступность изменилась кардинально. Появилось очень много видов наркотических средств, которые раньше не встречались. В особенности это касается синтетической группы, синтетических канабиоидов, так называемых, которые по своему воздействию на организм человека могут повлечь в самые непредсказуемые последствия. Поэтому, если вы интересуетесь чистого любопытства, удовлетворив ваше чистое любопытство, могу сказать, что ни в коем случае не употребляйте наркотических средств, даже если вам такая возможность представится, но и всех своих друзей отговаривайте. Спасибо. Вам спасибо. Я все-таки хотела вернуться к вопросу женщины, которая задавала. Какие-то смягчающие... Ну, я понимаю, если ребенок достаточно небольшого возраста, не 30 лет, а действительно 16-17-18, наверное, вы сможете его убедить, чтобы он с вами посотрудничал. Будут смягчающие? Алло, здравствуйте. Да, секундочку. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте еще раз. Станислав, вот у меня такой вопрос. Вот где-то лет пять назад я впервые вот на улице просто шел, нашел странный пакетик с остатками какой-то гадости зеленоватого цвета. Ну, такой небольшой совсем пакетик. И с тех пор буквально там каждые два месяца подобный пакетик либо там наполовину заполненный, либо с остатками нахожу на улице в разных районах города с завидной постоянностью. Вот кто-то что-то с этим делает, как-то борется. Потому что раньше, я помню, еще в 90-е шприцы так везде валялись. Сейчас, к счастью, это ушло. Как-то все эти наркоманы померли, видимо, по дворам. В каждом дворе раньше был свой наркоман, как минимум один. Но вот сейчас, я так понимаю, проблема вот с легкими наркотиками. Ну, мне так кажется, по крайней мере, как человеку, который никогда с этим связан не был, видел вот так только издалека. Вот я еще слышал, что расформировали вроде госнаркоконтроль. В общем, кто и что, как с этим борется. Спасибо за вопрос. Давайте ваш вопрос разделим на две части. Первая – это кто должен бороться с пакетиками, которые валяются. Ну, я полагаю, что дворники должны все-таки за чистотой города следить. Вторая часть вопроса – что делается для того, чтобы не допустить попадания этих наркотических средств на улицу? Вы правильно подметили, что в соответствии с указами президента Российской Федерации такая федеральная служба, как служба по контролю за оборотом наркотиков, она ликвидирована, и все ее функции переходят в МВД. Так вот, могу вам сказать, чтобы никто не волновался, такая служба будет существовать в МВД и будет заниматься тем же спектром проблем, которым занимался ФСЭК, в том числе пресечения незаконного оборота наркотических средств. Я ответил на ваш вопрос? Ну, вот не совсем. Во-первых, дворники-то дворники, но дворник есть не везде. Во-вторых, это же не просто пакетики, там же, я так понимаю, наркотические средства, не лекарства же там лежат, это вот любой ребенок может подобрать все, что угодно. Если вы с таким... А по поводу МВД могу сказать, ну, они вас как-то совсем не боятся, и не МВД. Я лично видел, вот, жил рядом с отделением полиции, и там напротив, на доме, буквально 10 метров от входа написали, там номер телефона, спайс, пожалуйста, никого не боятся все равно. Там же постоянно полицейские ходят, вот, и тем не менее, никого это не пугает. Вот, хотелось бы, чтобы как-то это все эффективнее происходило. Ну, я думаю, что времена, когда у нас полицию боялись, они канули в прошлое, да, бояться полицию не надо, это во-первых. Во-вторых, ну, за надписи на каких-то местах, каких-то номеров телефонов у нас еще, ну, только за мелкое хулиганство можно привлечь, к административной ответственности за порчу чужого имущества, это во-вторых. Не, ну, это же распространение наркотиков, там четко написано, спайс, все теперь знают, что это такое. Для того, чтобы доказать причастность лица, любого лица, хоть вашу причастность, хоть и нового лица, к какому-то противоправному деянию, для этого необходимо собрать определенный объем доказательств. То, что человек разместил надпись какую-то, с каким-то названием там где-то, да, это же не говорит о том, что он распространяет. Я могу привести примеры такие, когда мы зачастую имели возможность видеть какие-то номера телефонов, ну, это вот года 3-4 назад весь город был пестрелыми, да, но 95% этих объявлений, это были связаны с тем, что люди просто пытались мошенническим образом завладеть деньгами наркозависимых лиц. Значит, просто перечисляли деньги и не получали в ответ ничего, ни наркотика, ни информации о том, где он может находиться. Вот и все. Понятно, ладно, спасибо. Вам спасибо. Мы остановились на том, получит ли вот в таком случае молодой человек, которого мать сумела убедить прийти, а вы сумели убедить сотрудничать, и он, допустим, уже все-таки вовлечен, получит ли он какое-то снисхождение? Может быть, он все-таки не получит реальный срок благодаря тому, что... Или все-таки здесь закон достаточно срок к распространителям? Нет, закон у нас достаточно суровый по отношению к распространителям, но, тем не менее, я могу вам привести пример. Не далее, как в прошлом году, значит, гражданка, устроившись на работу по объявлению в интернете, стала получать посылки для того, чтобы их потом передавать куда-то, да? Ну, сам образ получения, то есть работа вроде легальная, анкету направлена, направила она туда, на свое имя, на свой паспорт, получает посылку, то есть все нормально вроде. Ну, вот сам способ того, как она эту посылку должна была, где разместить, вызвал у нее, мягко говоря, подозрение, да? В результате недолгих размышлений она ее вскрыла и увидела, что там находится наркотик. Естественно, она сразу же обратилась в органы внутренних дел, и по нашему законодательству лицо обратившееся, и добровольно... Есть примечание к статье 228 Уголовного кодекса, которое говорит о том, что если лицо добровольно обратилось и выдало наркотическое средство, то оно освобождается от уголовной ответственности. Поэтому такие случаи есть, они встречаются достаточно часто. Естественно, любой человек, тот же женщина звонила, где-то там в песочнице нашла какой-то пакетик, ну, у нас, наверное, с вами даже рука не поднимется, привлекать их к уголовной ответственности. Сейчас она обращается и сама по этому выявленному факту. Наоборот, мы должны поддерживать это желание людей, как-то помогать органам внутренних дел. Потому что если тот же пакетик найдет как-нибудь пятилетний ребенок, что-то с ним сделает, ну, сложно себе представить, какие последствия у него. Так вот, все-таки, что делать с пакетиками? Я тоже тут шла на днях и увидела пакетик. Поднять, а вдруг, вдруг сюда подумают, что это мне закладка. Бросить в сторону. Вот в сомнениях прошла мимо, тупо. Ну, почему тупо в сомнениях прошли? Значит, уже не тупо. Вот. Ну, потому что до сих пор я чувствую вину, действительно. Мало ли кто мог это подобрать. Как вот молодой человек звонил и спрашивал, страх там, никто не боится. Но если вы боитесь полиции, да, ну, наверное, подумать не стоит, да. А если вы обратитесь к какому-нибудь проезжающему… Да нет, я просто хотела в мусорку просто выбросить и все. Это тоже один из выходов, да. Просто его аннигилировать, вот и все. То есть можно так делать. Потом мои пальцы там никто не обнаружит. Ну, я думаю, что в мусорке вряд ли кто-то обнаружит ваши пальцы. Коллеги, у кого есть какие-то вопросы, я надеюсь, нам дадут уже. Обычно все-таки через час заканчиваются звонки. А расскажите про организованную преступную группу, молодежную. Вот Вы сказали про тех, которые молодых людей, которые жалко было задерживаться. Да, вот самое интересное, что действительно, когда, скажем так, в ходе своей непосредственной служебной деятельности мы получаем информацию о таких людях, не видящих человека воочию, да, мы наблюдаем его преступную деятельность какое-то время, да, то есть устанавливаем всех там соучастников вот этой группы, да, ну и отношение абсолютно такое, вот, как бы, пролетарское, да, пролетарская ненависть, так сказать, да, потому что он сбыч, он преступник, да. Ну, то есть мы это понимаем, хотя назовет его преступником только суд по приговору, да. Но мы на таком, как бы, бытовом понимании, да, мы понимаем, да, кто он такой, да. Потом, когда мы их задерживаем и привозим к себе для проведения каких-то следственных действий, да, они имеют вид очень жалкий, как правило. И зачастую, ну, не могу сказать, что сотрудники испытывают какое-то такое, ну, чувство вины, да, ну, какое-то такое сострадание, сожаление о том, что, ну, где ж ты парень-то раньше был? Ну, вот, в прошлом году задержали двоих вот этих молодых людей, они, один из них только что пришел из армии, собирался поступать в училище, собирался, устраивался в МЧС, там, работать. То есть у него была перспектив масса в жизни, да, но вот он решил, что важнее для него купить автомобиль, да, какой-то там, поддержанный, там, заработать на это. Вот быстренько сейчас заработаю, и вот все. Ну, тут быстро не получилось, теперь получится долг. Это его мечта об автомобиле отложена лет на пять с половиной лет. А, об МЧС навсегда? Да, об МЧС, наверное, навсегда. Понимаете, тут как бы, ну, каждый человек, как бы мы ни относились к молодежи, там, что они еще многого не знают, что они там какие-то неопытные, но он все равно делает определенный выбор. Каждый в своем возрасте делает выбор в каком-то определенном, да, и этот выбор его потом ведет той дорогой, которую он выбрал. А вот все-таки ОПГ. Вы сказали, что есть у нас подростки, которые в группы организованы, можно ли назвать их ОПГ, там, или бандами, неважно, опять же, на бытовом уровне, там, называемых бандами. То есть у нас они действительно есть, и действительно вы занимаетесь их поисками, бандами, бандами, нейтрализацией. Есть в Уголовном кодексе такое понятие юридическое, как банда, но оно строго, там имеется строго, есть состав преступления, бандитизм, понимаете, но это строго юридический термин, который, имеются там квалифицированные определенные признаки у этого явления, да. Другое дело, что не каждая, не каждую группу граждан, которая собралась совершить преступление, можно квалифицировать как банда, да. Это да. Ну пусть это будет преступная группа, просто страшно, что это подростки в данном случае. Ну вот могу вам сказать, в 99% с половиной случаев подростки, как правило, ведомы взрослым. Если кто-то говорит, что есть вот какая-то банда, там, ну на бытовом уровне, да, что там подростки, там, чего-то там такое делают, совершают непонятное, да, тут, что называется, шершеля фарма. Ищите женщину, здесь ищите взрослых, которые их направляют самостоятельно, вот поверьте мне. Но у нас такие группы есть, их много? Мне такие группы неизвестны, понимаете, не знаю. А кто в школе может делать закладки? Опять-таки, для бабушек, которые сидят на лавочке возле дома, для них там группа ребятишек, которые плюются семечками, уже банда, понимаете, какая-то. То есть, тут все зависит от точки зрения, понимаете. Ну, а как мы плюются? Ну, не здороваются, да. А кто же в школе делает закладки, распространяет? Вот кто-то мне с коллег рассказывал, что детишек из школы увезли, из их школы увезли, ребятишек кто-то дал попробовать что-то. Потом в школе сказали, что это был наркотик, их мучило, тошнило, их раздвоение сознания, их увезли несколько человек из школы малышей. Есть даже такие случаи, когда трехлетний ребенок, вот лицо наркозависимое, у него родился ребенок. Нет, вы знаете случаи? Он употребит какое-то там, что-то там дома лежало, и он употребит. Вот в школе кто делает закладки? Это не мама с папой уже, это школа. Кто там делает? Дети. В школе делают, размещают наркотические вещества, на территории школы ровно столько же, ни больше, ни меньше, чем и во всех остальных местах города или какого-то населения пункта. А эта школа, она закрытая, Вячеслав Владиславович. Ну, вход же туда не закрыт. Вот я говорю, кто, дети делают? В школе в самой? Да, конечно. Да, не обязательно, можно принести в школу все, что угодно, понимаете. Так это же дети. Ну, так и дети. Значит, это дети делают. Значит, ребенок принес, где-то взял, где-то нашел там. У кого-то есть старший брат, там, сестра, там, не знаю, там. Кто-то более продвинутый в интернете что-то там написал, перечислил деньги куда-то там, на какой-то счет. Вот ему там выдали адрес, он пошел. И не обязательно, что он это в школе все нашел. Я далек от мысли, что там в школе там… Действует организованная… Конечно, конечно. Ну, если вы далеки от этой мысли. Ну, это и наш опыт нам подсказывает, что, как правило, сам по себе факт задержания даже. У нас были такие факты, когда мы задерживали и учеников школ за сбыт наркотиков. Ну, то есть, не знаю, что он в школе эти наркотики взял. Принес. Да. Самое главное, что он туда их принес. Он их где-то взял, ну, в Ольга школы там сбыл или в каком-то рядом стоящем здании, в нашем школьном дворе. А если говорить о таком криминалитете, таком достаточно организованном, да, то для своих сделок эти люди могут использовать вообще любое место, в том числе и школьный двор. То есть, не жаль, что они у всех там школьников вовлекли в незнакомый оборот. А если за администрацией какой-то района происходит сбыт наркотиков, да, то есть, не жаль, что администрация у тебя в незнакомый оборот вовлечена, правильно? Не знаю, не знаю. Я бы на их месте побоялась. Все-таки людное место. Я бы заподозрила. Может быть, я не пробовала. Коллеги, если нет вопросов, есть. Я хочу все-таки протектора двоих. Добить? Которые двоих не все покоятят. Да. А они сами соорганизовались? Это тоже была часть какой-то... Они, ну, они первоначально, что называется, трудоустроились в один из интернет-магазинов. А посмотрели, как работает? Да, посмотрели, как работает. Значит, в качестве закладчика там поработали, а потом они уже решили свой бренд организовать. Бренд, да? Да, бренд, ну, что называется, отдельный магазин интернет уже там. Даже логотип там для него изготовили в каком-то количестве. Там, ну, то есть такие продвинутые ребята, планы у них были большие на этот счет. Пока вот мы... Как быстро они обновляли? Ну, вы знаете, вот... Есть разные понятия. Есть период преступной деятельности, да, а есть период документирования, да. Потому что человек может совершать... Оно же преступление-то длящиеся, он его может совершать, не знаю, там, год-два, а в поле зрения наше он может попасть, там, в период гораздо более, меньше, да. Но могу вам сказать, что с момента того, как они попали в наше поле зрения, с момента задержания прошло что-то полтора месяца. До полтора месяца. То есть это от абсолютной неизвестности, кто это и что это, до момента задержания и защелкивания наручников на запястье. То есть это полтора месяца прошло. А сколько у них было эпизодов распространения? Четыре эпизода. Четыре? Там где-то порядка 600 граммов разных веществ у них изъятов было. То есть, значит, период деятельности их тоже был не очень. Да, причём, если период деятельности, видите, период деятельности, если они большой преступник, да, ну, это не значит, что они какие-то малоопытные, потому что они устраиваются на работу по сбыту через интернет, да, то там чёткие инструкции с учётом возможностей правоохранительных органов, как вести там проверочные действия, как себя вести, если тебя задержат, как шифровать программное обеспечение, там, то есть там спектр, скажем так, предложений там достаточно широкий. Поэтому даже если человек вчера приступил, вдруг решил этим заняться, это не значит, что он ничего не знает. Ну, уже достаточно подкован и приступает к этой деятельности осознанно. А многие сети наш края заплатывают. Что вы имеете в виду? Ну, вот я… Вообще весь мир покрывает сеть интернет. Нет, ну, кроме сети интернет, я имею в виду вот эти вот, как они же, правильно это называют, наркоманские, наркоманские сетевые. Вы, как вы вопрос хотите задать? Что вы, какую информацию хотите получить? Сколько интернет-магазинов функционирует на территории Красноярского края? Да, да, да. Ну, видите, их количество, оно варьируется постоянно. Какие-то мы организаторов или там участников активных, каких-то мы задерживаем, да, арестовываем, да. Какие-то по каким-то своим внутренним причинам там прекращают работу. Ну, это десятки или сколько? Просто количество? Количество – это десятки. Десятки. Это десятки. Причем такая картина, она по всей российской части. И вот еще вопрос был от мамы-то про клады, про шоколад. Там есть какие-то еще слова, которые насторожить должны? Соль, шоколад, быстрый, там, ну, не знаю, там, номер первый, ну, это речь уже, реже уже. Ну, то есть буквально все странное, что по тексту не писать, да? Да, да, да. Если люди вдруг решают пойти, не знаю, там, в цирк, захватить с собой соль, то есть там, да, для Ивана, ну, понятно, что как бы, ну, выбивается как-то, режет глаз это слово в этом контексте. Поэтому, да. Или наоборот, взрослые дети решили пойти в цирк. Тоже странно. Да, да, взрослые дети решили пойти в цирк. Это тоже странно. Спасибо большое, Вячеслав Владиславович. Да не за что. Обращайтесь.